Приветствую вас. Ну, во-первых, я думал, что вам правильно ответил мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, и сказать, что начинается всё именно с целей, вот, именно с целей, всё всегда начинается, это совершенно справедливо, на мой взгляд. Вот, без целей, собственно, всё, что вы будете делать, всё это абсолютно никакого смысла иметь, наверное, не будет. Ну, а мне лично, вот, лично мне, знаете, окажется, что в контексте самодостаточности имеет смысл больше, наверное, говорить, знаете, о чём? Я думаю о том, что вызывает у вас, ну, скажем так, позитивную обратную связь, то есть, когда вы чувствуете эмоциональный отклик от того, что делает. То есть, эээ, что такое самодостаточный человек? Да? Самодостаточный человек, это тот, кто, эээ, ну, кому себя хватает. Согласна с этим. То есть, если человеку себя достаточно, если человеку себя хватает, то он называется недостаточным. Да? А, вот, собственно, вопрос возникает, да? А, ну, в каких случаях человек, эээ, вот, эээ, в каких случаях человеку хватает себя? Да? В каких случаях это происходит? Эээ, ну, вывод. И, естественно, 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 что, ну, эээ, совершенно очевидно, что человеку хватает себя в тех случаях, когда ему достаточно эээ, тех, значит, тех эмоциональных ответвлений, тех эмоциональных результатов, которые у нас, которые человеком чувствуются. Я думаю, что примерно об этом можно, наверное, вести речь. То есть вот для самодостаточности нужно делать что-то такое, да, что-то такое нужно делать, чтобы это вызвало обратную связь, достаточно сильную, вот, чтобы это чувствовалось. И чтобы было, например, всё равно на то, как отреагируют, ну, допустим, допустим, да, другие люди. Ну, я думаю, что вот примерно, ну, я думаю, что примерно такая интерпретация, да, я думаю, что примерно такая интерпретация, да, может помочь вам сделать шаг, да. То есть, в общем, достаточно просто посмотреть, что вызывает у вас такой вот живую обратную связь, живой эмоциональный отклик от того, что вы делаете. Вот. И как только вы для себя это определите, я думаю, что вы начнёте делать шаги в сторону того, чтобы становиться самодостаточной. Вот. Ну, примерно. Примерно. Это такой ответ можно вам дать. Другой вопрос. Другой вопрос. Что человеку бывает сложно, очень сложно, значит, поверить в свои, вот, чувства, да. Да, очень сложно бывает человеку поверить в свои эмоции, в то, что он ощущает, когда занимается чем-то, там, самым шагом. Ну, во-первых, ну, во-первых, многие люди сопротивляются, да, очень многие люди сопротивляются этим, они, как бы, вот, ну, они, они не позволяют. Другим действуют таким образом, потому что боятся, что у них самих тоже была возможность действовать, вот, в соответствии с тем, что им возникли. Это очень важно. И поэтому у них многие люди хотят, чтобы другие оставались на такой же позиции. Но есть сложность в том, чтобы начать верить в себя, точнее даже не верить, а принимать в себя. Для этого необходимо избавляться от оценочных суждений, именно от оценочных суждений. Вот. И, значит, немножко другими категориями мыслить. Вот. Это называется личностный рост. Поэтому для одному достаточности нужно два момента. То, что я сказал, и личностный рост. В этом нам может помочь психолог. И дальше уже, в принципе, можно ставить себе цели. Потому что цели без эмоционального восклика – это ничто. на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Продолжение следует...